Всем доброе утро! Меня зовут Алина Гончарова. Я занимаюсь и выращиваю живые камни вида Литопс. Так как эти растения растут в Африке, поэтому освещения нам нужно много. Если вы выращиваете эти растения в квартире, то ставить их нужно только на окно. Они получают всего пол-литра, литр воды, внимание, в год. Вот. Если примерно посчитать, это сколько же надо поливать эти растения, то выяснится, что всего один раз в месяц. Конечно, надо быть очень внимательным на то, где они у вас растут, потому что у кого-то они могут расти в квартире, а зима у нас очень сухо в квартире и жарко. У кого-то растут они в оранжерее, в теплице, у кого-то даже в подвале. Поэтому нужно очень внимательно относиться, в каких условиях вы выращиваете это растение. Потому что от разных условий зависит ваш полив. В природе эти растения растут на бедной почве, поэтому удобрения им не нужны. Ну, кто-то, конечно, может сказать, что я вот пользовался, и у меня они стали расти быстрее, больше. Но хочу вас разочаровать. Эти растения по своей природе должны расти медленно. И процесс роста, включающий в себя линьку, должен проходить один раз в году. К сожалению, когда вносишь удобрения, этот процесс ускоряется до двух-трёх раз. Тем самым ваше растение в два-три раза быстрее стареет, и в два-три раза быстрее оно у вас, к сожалению, погибнет. Вы спросите, стоит ли выращивать эти растения на Южном Урале? А я вам отвечу, стоит. Потому что климат в Африке и на Южном Урале чем-то похож. Вы будете, конечно, смеяться, как? У нас же тут не жарко. Но не в этом дело. Дело в том, что в Африке днём жарко, а ночью холодно. И ведь на Южном Урале также днём тепло, вечером ночью холодно. Это очень сильно любит Литопс. Продолжение следует...